Я понял, спасибо тебе. Ты можешь сейчас и отключить микрофон, можешь и оставить его, чтобы задавать дополнительные какие-то вопросы по ходу моего «Расскажем». Очень хорошие вопросы, очень хорошая тема, и я думаю, она интересна всем абсолютно. И я скажу так, я где-то 7 лет уже работаю в интернете. Каких только способов я не придумал в самом начале, чтобы развить свой бизнес. И я давал объявления тем, кто ищет работу. Мне люди звонили, говорят, давай работу. Я им начинал рассказывать про сетевой маркетинг, они меня на три буквы посылали и все. Потому что это были люди, которые искали работу, ребята. Это первое. То есть не ищите людей, которые ищут просто работу. До сетевого маркетинга, вообще, до бизнеса в интернет, человек должен дойти постепенно. То есть степ-бэй-степ. Вот почему я назвал свою команду степ-бэй-степ. Потому что везде нужно пошаговое вхождение. В первую очередь вы должны для себя выбрать инструменты. Потому что мы работаем в интернет. И вот смотрите, если, допустим, мы работаем в офлайн, как вот сейчас говорила Екатерина, она раньше работала вживую, то есть с соседями, с друзьями. Сейчас у нее этих соседей и друзей нет, потому что она переехала в одно место, потом в другое. В офлайне, конечно, работа немножко идет по-другому. В интернете для облегчения, для того, чтобы экономить ваше время, нужны инструменты. И вы, в первую очередь, должны научиться с этими инструментами работать. Я бы, конечно, сейчас запустил видеоролик «Секреты MLM», но вы, наверное, уже его не раз видели. Я не буду тратить время на это. Вы понимаете, что в основном надо начинать со своего личностного роста. Что это значит? Это значит, что для человека вы должны быть уже тем золотым, ну, тем человеком, который ему чему-то научит. Если вы не будете знать сами ничего, каких людей вы сможете привести в бизнес? Я не говорю, что, допустим, надо знать о том, как летают ракеты в космос. В основном вам надо знать, как работать в интернете. Первое – это работать с платежными системами, потому что в основном бизнес ведется через электронные деньги. Во-вторых, научиться работать в браузерах. То есть я ввел когда-то школу именно по браузеру Google Chrome. Научиться работать с инструментами, которые, бесплатными инструментами, которые дает нам Google+. Я тоже ввел как бы такую школу обозрения инструментов Google+. То есть все это мы будем повторять. Все будем, как говорится, пошагово этим заниматься. И я все-таки выделю сейчас для себя инструмент номер один. Инструмент номер один – это, конечно, что? Напишите, пожалуйста, что вы считаете для себя инструментом номер один. Я сейчас посмотрю, вы отгадаете или нет. Напишите в чате, какой инструмент вы считаете для людей в онлайне самым важным. Давайте сделаем такой, как говорится, опрос, рулевую игру. Какой самый важный инструмент для вас для работы в интернете? Так, Валентина написала. Я еще не скажу, что она права, но ее мнение. Кто еще что напишет? Соцсети, понятно. Так, ну пишем все, кто сейчас находится в комнате. Пишите, какие инструменты, статус, формы. То есть, вот мой опрос сказал, ну бренд – это не инструмент, да, Валентина. Бренд, конечно, это очень важно, но бренд нарабатывается за какое-то время. Бренд не дается за один день. Все, что вы написали, конечно, это все нужные инструменты, и их надо объединять. Но я в самом начале, когда только начал бизнес, занимался тем, что делал сайты, учился. Хотя вот то, что я сделал сайты, или там я научился работать в блоге, это очень помогло, это очень помогло в моей работе. То есть, вот у меня просто появился широкий спектр вопросов, в которых я смогу вести своих партнеров, то есть, научить работать с блогом и так далее, там, в социальных сетях и так далее. Но, но, самый основной инструмент я для себя взял именно скайп. То есть, конечно, можно выбрать для себя другой инструмент и в нем работать. Но вы должны в первую очередь выбрать для себя один инструмент, которым вы проводите, то есть, с помощью которого вы работаете основное время. Остальные инструменты вы должны, как бы говорится, не оставить в стороне. Работать с ними параллельно, но основной инструмент и основной способ работы вы должны выбрать для себя. Вот я, конечно, для себя выбрал скайп. По каким причинам? В первую очередь, если говорить о социальных сетях, то их очень много. Конечно, есть в Facebook, но опять же есть и в ВКонтактах. И, ну, наверное, список можно очень большой составить. И не хватит нам сегодня дня, чтобы этот список прочитать. Ну, есть, конечно, основные. Это ВКонтакте, Facebook и Google+, и так далее, и тому подобное. Но в основном мы знаем, что самая быстрая информация – это скайп. Это чат, это личный чат, это переписка. Поэтому я выбрал для себя именно скайп. И, да, Екатерина, отключи, может, микрофон немножко фонит, наверное, у людей. Когда будешь задавать вопрос, просто его подключишь. Окей, да, немножко поспокойнее эфир стал. То есть, давайте сейчас разберемся несколько моментов работы в скайпе. А потом я продолжу свое, как говорится, свое повествование о том, как этот скайп соединить вот с этими инструментами, которые вы написали. То есть, что скайп – это инструмент номер один, ну, по крайней мере, для меня, мы уже выяснили. Вы, конечно, можете развивать себя больше в социальных сетях, но я работаю именно в скайпе, и я буду рассказывать, конечно, пока только о скайпе, а потом мы перейдем на другие инструменты. Так, вы, наверное, уже видите. Так, пропал звук. Нет, звук, может, не пропал. Это... Напишите, пожалуйста, как со звуком. То есть, звук хороший. У всех звук хороший. Отлично. В первую очередь я скажу, что надо сделать, чтобы увеличить приток людей на ваш скайп. Как настроить скайп и так далее, это уже был бы отдельный урок, и мы бы, наверное, с вами разговаривали бы очень долго, и наш разговор был бы не совсем, как говорится, целенаправленный. Я вам скажу две основных вещи. Первое. Первое. Чтобы найти контакты, чтобы контакты присоединялись сами к вам, в первую очередь вам надо прописать свой профиль. Вот, заходим на профиль и нажимаем на редактировать данные. Вот здесь это, это как бы управление вашим скайпом и то, что человек видит в первую очередь, когда он заходит на ваш контакт. Здесь, здесь, конечно, должно быть все. А что именно? Это ваш телефон, чтобы человек с вами мог связаться по скайпу. Между прочим, скайп это и телефоны, и звонки. Это электронная почта, чтобы человек, допустим, вас мог найти и по электронной почте. Здесь, как видите, их можно найти много. То есть, можно и добавить адрес электронной почты еще. Вы можете вставить все свои электронные почты. Почему? Потому что я, допустим, так как вы все партнеры Global One, сейчас составляю список своих лично приглашенных и стараюсь их найти в скайпе. И вы не представляете, насколько это все сложно. Почему? Только потому, что у них не прописаны эмейлы. То есть, тот эмейл, который они использовали в форме подписки Global One, они вставили эмейл, который они не зарегистрировали, то есть, не включили в скайп. И я с ними не могу связаться. А у многих произошел такой большой перелив, они даже об этом не знают. Мне надо просто сообщить, что, ребята, будьте добры, зайдите и посмотрите, что у вас творится в Global One, что у вас уже заработаны деньги, а вы об этом даже не знаете. То есть, поэтому очень важно, очень важно, важно вписать все электронные почты, которыми вы пользуетесь. Или, по крайней мере, которую вы регистрируете в каких-то проектах. Так, теперь я вернусь к основному моменту. Вот, что мне дает 5-6 добавлений новых контактов в день. Вот видите, рядом с моим именем написано мой мини-сайт. Ну, конечно, не он дает мне эти подключения. Дают подключения вот эти два только ключевых слова. То есть, MLM и MLM на русском и на английском языке. И я потом допишу, наверное, тут еще несколько фраз. Правда, я уже не раз ее дописывал, но почему-то она у меня не фиксируется. Может, уже лимит использован. Так, ну, напишем так. Info business. Вот, ну, сейчас я смотрю, зафиксировалось. То есть, когда я поставил запятую, у меня эта фраза добавилась. Почему, почему именно вот это, это одно действие вам дает 5 или 6 новых контактов в день? Но имейте в виду, это не просто контакты, которые, ну, я не буду повторяться, что такое целевая аудитория. То есть, это не какие-то трактористы. Я ничего не хочу сказать, что трактористы плохие люди. Но это люди, которые ищут MLM-чик. Многие могут сказать, что вот, ко мне будут добавляться люди. Они будут мне предлагать какие-то проекты. Да, это будет. Без этого вы не обойдетесь. Поэтому тут нужна особая тактика стратегии для того, чтобы с этими людьми общаться. Но я сегодня на эту тему останавливаться долго не буду. И пойдем дальше. Настроение. Почему я именно здесь так написал? Я когда-то вам показывал видео о этике, то есть, о правилах общения в скайпе. Я его, может, после урока поставлю. Очень интересный урок. В нем много можно найти того, что я считаю нужным. Только единственное, что там человек говорит, что никогда не надо сразу звонить человеку. А надо его предупредить. Да, я согласен. Если этот человек не такой загруженный, как я. Почему? Вот сейчас вот я немножко освободил, как бы, свою историю от разговоров. У меня сейчас только 9 неотвеченных, как бы, смс-ок. Я в основном реагирую сейчас на звонок. Это информация чисто для моих партнеров. Но это не значит, что вы сразу должны человеку звонить. Значит, еще раз повторюсь. Основная информация это та, что вы тут, здесь должны прописать вот эти слова. Ну и, конечно, можете на мини-сайт сделать себе сайт-визитку. На эту тему мы уже урок делали, как эту сайт-визитку сделать в течение 5 минут. Я думаю, что этот урок мы повторим, если вы напишите, что желаете еще раз его прослушать. То есть, о том, что надо прописать все свои, то есть, заполнить личные данные, это очень серьезный момент. И на этом это надо обязательно сделать. Теперь насчет фотографии. О том, что надо сделать деловую фотографию, я, наверное, уже повторяться не буду. И вам об этом говорить уже не надо. Единственное, что хочу предупредить, если бы вы уже вставили вот эту фотографию, то не меняйте ее, наверное, уже никогда. Во-первых, первое, это хорошо, что вы всегда будете молодым. И, во-вторых, вы будете узнаваемы, то есть, вас будут узнавать. Вы, наверное, заметили одну вещь, что, допустим, многие артисты проходят какое-то время, они все время молодые-молодые, потом показали где-то, они, увы, но постарели, да? Ничего не поделаешь. Мы, как и артисты, наверное, все-таки можем себя законсервировать. Хотя я не скажу, что я особо как-то изменился за последнее время, потому что занимаюсь спортом, не только я сижу возле компьютера. Вот, то есть, конечно, аватар должен быть здесь, и он не должен меняться. То же самое, ребята, то же самое должно быть и во всех социальных сетях. Я не пойму, как бывает так, что человек находится в социальной сети, и вместо фотографии у него стоит большой и серый вопрос. Вы в жизни, когда ходите по улице, вас узнают по лицу, правильно? Так почему же вы думаете, что в социальных сетях вас будут узнавать по каким-то другим признакам? Конечно, важна имя и фамилия, но очень важен именно ваш аватар. Обращайте внимание на это очень серьезное. И аватар ваш должен быть четким, узнаваемый, если вы хотите сделать для себя бренд. Для этого бренда нужна, конечно, какая-то фотография, плакат. То есть, плакат, конечно, может быть, это и не то слово. Итак, теперь перейдем к следующему варианту, как искать партнеров. Давайте... А, как поменять фото? Очень просто, вы видите. Написано сменить аватар, но опять же, перед тем, как начинаете бизнес, в самом начале, сделайте хорошую фотографию, чтобы она соответствовала вашему занятию. Не, наверное, тут надо было наушники надеть, потому что я постоянно в наушниках. Вот. Теперь дальше. Перейдем к второму способу, который дает мне очень много контактов, хотя я уже его не использую. Это я делал где-то 3 или 4 года назад, когда мне нужны были первые партнеры. Первые партнеры. Я использовал вот такой способ. Вот сейчас я спрошу у вас всех. Вам, вас добавили в чат, в скайпе. Что вы делаете в таком случае? Ну, не хотели, вы не спросили вас, взяли и добавили. Очень часто у меня бывает так, что я утром нахожу 3 или 4. Вот у меня сейчас появился чат свежий, MLM, проект 61. С ума сойти. Ну, Альведас меня добавил. Надо будет ему немножко, как говорится... Вот. Правда, смотрю, очень много моих партнеров, вот, которые интересуются, в этот чат зашли. Что вы делаете? Ответьте, пожалуйста, когда вас добавляют в чат. Напишите свою реакцию, что вы делаете. Так, я подожду, пока вы напишите, чтобы я знал, что вы не пошли кофе пить, пока я тут разговариваю. А именно, находитесь на моем уроке. Так, Ирена разглядывает контакт. Понятно. Ну, да, разглядывать надо, конечно. Ну, а следующий... Хорошо. Это уже неплохо. Разглядывать. Если не хочу там быть, молча выхожу. Понятно. Ну, это культурный вариант. Сразу группу сохраняю. Так, хорошо, Валентина. Угу. Ну, раньше мне писали, что... Выхожу сразу, потому что радуюсь не всегда. Окей, хорошо. Давайте все-таки сначала поговорим о том, как работать в чатах, чтобы они вас не раздражали в первую очередь. Есть два способа. Есть два способа. Валентин, тебя не добавляет без твоего согласия. Это потому, что у тебя не 4000 контактов, как у меня в скайпе. Когда у тебя будут уже 4000, ты увидишь, что тебя будут добавлять постоянно. Да. Вот смотрите, давайте рассмотрим два способа, как сделать так, чтобы чаты вас не напрягали. Первое. Можно... Спасибо вот Валентине Кругловой. Я на одном из ее школ, на одной ее школе узнал, что можно этот чат, по крайней мере, успокоить, чтобы вы не слышали вот эти постоянные пощелкивания. Надо просто зайти на настройки уведомлений и написать «Не уведомлять меня». Но... Но... Я... У меня очень много чатов, поэтому мне каждый раз просматривать я не имею времени и не имея желания, особенно рекламные чаты. Хотя, конечно, попадаются какие-то хорошие видеопроекты. То есть, интернет-проекты, в которые я иногда захожу, чтобы вложить свои деньги, да, допустим, у меня есть много инвестиционных проектов. Я не однолюб скажу сразу. В основном у меня, конечно, сейчас один из самых серьезных проектов – это Global One. и есть много проектов инвестиционных, да, где я делаю свою рекламу. Я, наверное, один раз сделаю школу, именно как я делаю рекламу, используя проекты рекламные, где можно инвестировать свои деньги и раскручивать другие проекты. Но об этом сегодня говорить не будем. Так вот, второй способ, второй способ у меня есть такой. Сейчас я покажу. У меня, как видите, есть два Skype-ирлыка. Сейчас я вижу, что видео отстает немножко. Есть два ярлыка. Это значит, что я могу у себя на компьютере запустить два Skype. Но второй Skype я запускаю довольно редко, только для того, чтобы зайти на те чаты, которые я сюда поместил. И смотрите, что происходит, когда у меня два Skype. Что я делаю с таким чатом, из которого я не хочу выходить, то есть я хочу иметь от него информацию. то есть я сочинил еще один Skype для себя с другим логином. Вот он, TLC Pro. Сейчас я отправлю туда поздравления, чтобы он выскочил у меня на вверх списка. И вот, допустим, этот чат, из которого я хочу выйти. Но перед тем, как выйти с этого проекта, с этого чата, я вам объясню, я вам объясню, зачем вообще мне этот чат нужен. В первую очередь, как видите, здесь вот весь чат полон таких же, как я, людей, которые зарабатывают в интернет. То есть люди, которым не надо долго объяснять, как говорится, вешать макароны, что наш бизнес самый лучший и так далее, и тому подобное. Было бы время, конечно бы я сейчас поставил видеоролик, для... Если хотите, могу поставить. Он буквально на 3 минуты, чтобы расслабиться. Вот. Но я думаю, все-таки я его поставлю в конце урока, чтобы нам не задерживаться. Людмила пишет, что со звуком проблемы уже 5 раз перезаходило. Но я думаю, что это не у всех проблемы. я делаю видеозапись, поэтому, если вы сейчас и не слышите, я вам все, видеозапись закину в чат. Но это не значит, что вы не должны приходить на уроки и присутствовать на них. Так, давайте все-таки я вернусь к своему, к своей теме. то есть, в первую очередь, я... Так, как создать чат? Но это мы... Давайте вопросы немножко попозже мы с вами будем... Будем, будем... Я буду отвечать на вопросы. И теперь, что я делаю с контактами, которые вот в чате? Это вот, где стоят вопросики, это все не мои партнеры. Не мои. Что я делал три года назад? То есть, пока у меня не было столько контактов, я заходил на... вот один из контактов и смотрел личные данные. Вот, видите, это довольно... То есть, человек, видно, уже знает, что нужен и аватар, и знает, что надо написать. То есть, человек, с которым уже можно работать. Нажимаем добавить контакт. Единственное, что посоветую, не отправляете стандартную вот эту «Здравствуйте, т-т-т-т, я хочу внести в вас список контактов». По крайней мере, хотя бы пишите имя. Ой, так, извиняюсь. Первое, еще, еще, конечно, надо бы дописать, что я, допустим, занимаюсь инфобизнесом, у меня есть... То есть, не могли бы мы поделить... Я не мог бы я с вами поделиться информацией, выслушать ваши какие-то предложения и вот это отправлять человеку, который вас заинтересовал. Когда вы просто отправляете стандартный вариант, может быть так, что человек просто не примет. Но, опять же, видите, вот у меня в самом конце стоит как бы значок, чем я занимаюсь, да, и мой сайт визитка, если я сейчас отправлю запрос этому человеку, она сможет посмотреть, кто я такой, чем я занимаюсь. Вот я сейчас отправляю запрос и заходим. Вот, видите, моя ссылочка активная и человек, которого я попросил, он сразу зайдет на мини-сайт и сможет почитать обо мне, то есть то, что я написал, чем я занимаюсь, увидит мою фотографию. Это нужная вещь, тем более, что, как мы выяснили, это бесплатно. Вот, два слова. Тут можно, я вот проставил свой канал на Ютубе и вот еще ссылочка интересная. Мы, наверное, какой-нибудь день займемся вот этой сервизом Magic Systems, но это другой проект, поэтому я пока не решаюсь о нем говорить, чтобы не навлечь чью-то немилость, что я партнеров Global One, допустим, приглашаю куда-то в другое место. Вот такой довольно симпатичный инструмент для того, чтобы человек смог с вами познакомиться, потому что информация для человека нужна. Это, конечно, придает и солидности вам, человек видит, что вы разбираетесь и в интернете, может быть, то, что это бесплатный ресурс, раньше, конечно, все кричали, что ой, если ты такой уже крутой, если у тебя есть деньги, почему же ты не сделаешь себе солидный сайт на хостинге, почему ты не покажешь, что ты такой у нас богатый. Я думаю, это не самое важное. То, что вы тратите деньги на хостинг, тратите время на то, чтобы создавать эти сайты, я думаю, что для дубликации хватает и такого сайтика, тем более, что, как я говорил, его можно сделать бесплатно. Вот теперь, что я вам показал, как я нахожу потенциальных партнеров в скайпе, то есть, в чатах и покажу, как я делаю так, чтобы этот, допустим, чат мне не мешал, чтобы я не искал потом в потоке информации нужный для меня чат, поэтому я с этого чата уйду, но уйду не совсем. Так, сейчас, секундочку, я иду на свою записную книжку, тут у меня есть заготовки в скайп, и вот у меня есть такая заготовочка, сейчас я ее скопирую, значит, что я тут написал, выхожу из чата не потому, что мне не нужна информация, просто у меня есть другой скайп для чатов и у меня есть несколько советов тем, кто не знает, как установить и работать с несколькими чатами на одном компьютере, а также использую чат для поиска и привлечения партнеров, но об этом личке логин такой-то, да, вот смотрите, я копирую, то есть каждое ваше движение в интернете, оно должно быть как бы не раздражать ваших партнеров, не раздражать ваших партнеров, то есть не раздражать людей в чате, но вы должны оставить какой-то след, вот смотрите, я отправляю и теперь, что я делаю, я закидываю свой второй скайп сюда, в чат, вот я добавил, а сам отсюда спокойно выхожу, то есть никто не подумает, что я тут ну вот такой секой Альбертос ему тут неинтересно и так далее и тому подобное и что получается, после того, как я даю такую информацию ко мне потом обращаются люди и просят рассказать, что это за вариант и естественно у меня может и появиться новый партнер. вот вот это наверное основная основная работа в скайпе конечно я скажу еще один способ но может быть сегодня чтобы слишком не растягивать потому что я еще хочу немножко поговорить и о связках с социальными сетями в скайпе скажу только одно я для того чтобы работать со всеми контактами использую рассылщик скайп сендер рассылщик стоит только 30 долларов что дает мне этот инструмент во-первых я могу работать с большими группами вот я сейчас вам покажу свои группы сегодня мы на эту тему останавливаться не будем вот это группы я буду делать отдельный урок по скайп сендеру и вот это мы работу в группах мы конечно осветим более серьезно сейчас я на эту тему останавливаться не буду и скажу что я могу отправить информацию информацию большому количеству людей за 2-3 секунды то есть 1-2 минуты и информация информацию все мои контакты получают как они реагируют на эту информацию это одно для этого надо конечно иметь какие-то навыки правда я как бы всех учу этому но не всегда времени у меня хватает чтобы выдерживать этические какие-то стороны рассылки с этим надо поработать конечно посерьезнее то есть приходится другой раз отправлять информацию и неподготовленным людям то есть в первую очередь конечно вы контакт должны подготовить способов подготовки есть много можно это сделать так же и так же и с помощью скайп сендера или потратить больше времени и с каждым контактом переговорить познакомиться но опять же я допустим могу отправить сейчас под скайп сендер информацию своим новым контактам вот они у меня в этой группе сейчас я покажу вот группа рунью вот я на нее нажму нажимаю и сейчас вот эта группа у меня появится пока картинка это что такое валентина можно добавить пока вот у тебя картинка пока картинка не изменилась можно добавить да 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 валентина меня слышно да 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 валентина тебя слышно я хотела добавить вот такую вещь ты очень интересный вариант рассказал о том как остаться в этой же в этом же чате я смотрю у тебя не сохранена группа в списке контактов это второй вариант как можно остаться в этом чате я имею ввиду вы не будете получать новых каких-то новую какую-то информацию но все люди которые находятся у вас в этом чате они останутся даже если вы просто сами выйдете из чата все люди и чат останется у вас и люди останутся вы любого человека из этого чата можете подключить к себе скайп поговорить с ним тет-а-тет и вас уже никто не будет обвинять в том что вы выкладываете информацию в чате не подобающую этому чату спасибо 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 да очень хорошее дополнение спасибо валентина да это еще один способ как бы оставить по крайней мере информацию о вот видите пока мы разговаривали у меня опять новый запрос контакт данных а вот это уже человек конечно пришел с ютубе вот как раз вовремя да я хочу сказать что скайп скайп это отличный инструмент но везде нужна связка то есть вы сами понимаете что это скайп это окно в интернет окно в интернет но имеете ввиду что к этому окну должны вести какие-то ну можно сказать что по-другому сформулирую скайп это река но но к реке должны подключаться отдельные ручейки чтобы вот этот поток контактов у вас постоянно увеличивался то есть в самом начале конечно вы будете работать на количество на количество со временем все будет переходить в качество то есть не бойтесь количества потому что для того чтобы найти 5 для себя ну как говорится удобных партнеров которые будут работать вам придется познакомиться не с одним человеком потому что может с кем-то у вас там что-то не получится поэтому чем больше каналов будут вести к скайпу тем лучше вот человек добавляет добавляется он нашел видео видео на ютубе там стоит мой скайп вот давайте может сейчас сразу не отходя от кассы и посмотрим то есть связка 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 ваша связка которая должна постоянно работать я в день выставляю наверное по 2-3 ролика естественно эти ролики почти все не мои я уже не успеваю свои ролики делать иногда выставляю свои конечно но допустим я нашел какой-то зашел в новый проект вот и хочу чтобы люди с ютуба приходили ко мне в скайп естественно я вот как раз идет разговор об этом проекте мы тут с Евгением сделали такой видеоролик который очень популярен в интернете и вот он здесь конечно нашел мой скайп вот он и вышел на связь со мной то есть вот канал ютубе мне дает дополнительных людей в скайп это как бы вот такая связка именно с ютуб так теперь когда у меня добавился я добавил нового партнера я конечно его поставлю в группу runew вот смотрите вот он у меня еще без группы я его определяю в группу ru и еще определю конечно что он интересуется именно проектом mobius line вот таким образом я в любой момент могу его найти вот могу так просто поздороваться я думаю когда он будет в сети он он выйдет на связь со мной вот это потенциальный партнер не обязательно в этом проекте но это уже есть как говорится повод познакомиться теперь дальше дальше что я хотел вам сказать в первую очередь наверное вы все знаете что у нас есть возможность подключить сюда фейсбук то есть видеть кто у нас находится именно в фейсбуке правда я сейчас фейсбук отключил и подключать сейчас его не буду но я вам покажу одну интересную фишку вот видите импорт контактов допустим у меня сейчас на фейсбуке находится 5000 человек как приглашать людей в фейсбук я думаю мы будем уже делать наверное отдельную школу вот когда я нажимаю импорт контактов вы видите такое окно и у нас есть выбор значит фейсбук редиф это наверное какая-то социальная сеть mail.ru то есть я насколько вижу это поисковики поисковики вот рамблер это поисковик либера я не знаком яндекс это поисковик правда я ни с одним из них не работаю и работаю только с фейсбуком что вам надо сделать чтобы импортировать контакты в скайп с фейсбука вам достаточно ввести свое имя пользователя это будет email ну и ввести конечно пароль это будет как бы мастер-класс добрый вечер андрей мне приятно с вами познакомиться вы сейчас заняты да я введу школу сейчас как раз вы можете к ней подключиться хорошо сейчас я туда подключусь да я вам дам ссылочку сейчас хорошо и мы после школы с вами пообщаемся договорились пока так минуточку я человеку дам ссылку на наш так так и будем продолжать так значит где мы остановились импорт контактов то есть пишем так я не слышу вас открыто два окна людмила это у вас открылись наверное два окна поэтому постарайтесь выйти с одного с одной комнаты и зайти в другую как меня остальные люди слышат напишите пожалуйста плюсиками хорошо отлично слышно что мы делаем дальше я знаю у людей понимаете в чем дело я сейчас делаю запись делаю запись может быть это тормозит немножко мой компьютер у вас поэтому прерывается звук но я думаю что все мы повторим повторим во время записи вы увидите это на ютуб я выставлю и так что мы делаем дальше вводим свой пароль так сейчас минуточку и нажимаем импортировать я сейчас этого делать не буду вообще-то ну давайте нажмем просто я не буду делать следующего шага не знаю не затормозит ли нас нам это вот видите фейсбук мне написал что у меня вход из фейсбук через skype works и сейчас как бы skype ищет людей кто в моей адресной книге имеет у себя связь со skype вот именно со стороны skype мы сейчас заходим когда мы будем говорить о фейсбуке о фейсбуке когда будет обучение именно по фейсбуку я покажу как сделать то есть перенести контакты из фейсбука в skype вот сейчас вот заканчивается процесс у вас этот процесс может быть быстрее потому что у вас не столько ну немного контактов так зря я конечно запустил потому что давайте мы все-таки попробуем закрыть потому что это очень затрудняет работу моего компьютера и возможно что вы не будете ничего слышать сейчас я вам показал как бы говорится дорожку а вы уже там попробуйте по этой дорожке пройтись и посмотреть какие у вас будут возможности именно здесь так окей ладно пусть здесь загружается поставьте пожалуйста плюсики как меня слышно и я наверное дам сейчас возможность Екатерине задать вопрос ну давай все-таки может это сделай голосом или кто-то если из вас хочет задать вопрос голосом можете попросить микрофон напишите микрофон я вам дам микрофон и вы зададите вопрос голосом или пишите вопросы в чате так минуточку я сейчас попробую остановить процесс который начался наверное он не дает мне сейчас я остановлю этот процесс так задавайте пожалуйста так слышно меня или нет Екатерина кто-нибудь напишите как звук то есть сейчас наверное звук появился окей можно задавать вопросы Екатерина ты сейчас на связи или Валентина Круглова можете задавать наводящие вопросы чтобы я на них ответил или Валентина может Круглова имеет какие-то дополнения там просто спрашивал кто-то как сделать чат пожалуйста если можешь ответить на этот вопрос хорошо хорошо секундочку правда мне надо будет запустить сейчас скайп мне пришлось его отключить потому что там у меня начался этот процесс пока загружается скайп пока запускается это займет несколько минут может Валентина что-то расскажешь еще дополнительно к тому добавишь что к тому что я сейчас сказал или или задавайте вопросы так я не знаю слышно мне или нет пока запускается скайп возможно что у меня не слышно Валентина подскажи пожалуйста как со звуком раз-два-три раз-раз-раз-раз-раз-раз да Валентин говори тюрь на уволNT с раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз раз 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 вот пока у меня запускался skype видите насколько ресурсы были задействованы компьютера что вы наверно даже меня не слышали да меня сейчас слышно или не ну да прерывания были да да то есть запускался skype он забирает сейчас я слышу ребята наверно тоже да да он во время запуска забирает все ресурсы поэтому давайте я по закрываю еще немножко окон потому что во время школы открыл очень много окон и постараюсь ответить на ответить на вопрос екатерины о том как создавать чат им но у меня видно skype еще полностью не запустился ребята я пока берет запускает я вам хочу сказать я сделала все сейчас и подключила фейсбук вы не поверите у меня сейчас штук десять наверное вышло skype людей прямо вот маком я сейчас не успеваю людям отвечать и все спрашивают здравствуйте чем могу вам быть полезно здравствуйте цель вашего визита могу ли я быть вам полезна я вообще в шоке ребят делайте сейчас у вас очень много людей появится в skype с фейсбука да просто я хочу добавить что когда вы добавляете людей у них как бы выскакивает запросы запрос запрос на контакт но наверное ничего абсолютно не пишется поэтому приготовьте сразу там пишется там пишется только немножко отредактировать надо альберт там письмо пишется но только это письмо чуть-чуть отредактировать надо и подсылается что я просто слово теперь надо убрать там при послается такое письмо я сейчас в skype и и мы можем общаться с вами позвонив лишь только по телефону и что-то там еще такое но немножко можно подредактировать его в свою пользу и отослать это сообщение любому человеку из фейсбука да да ну вот уже очень много народу подключилась вы имеете ввиду сразу приготовьте такой текст для себя опять же я покажу где я держу тексты вот я вчера уже приготовил такую информацию я доброго времени суток то есть когда меня спрашивает что вы от меня хотите и я пишу доброго времени суток я делаю импорт контактов своих друзей из фейсбука в skype и вы попали в этот список я занимаюсь интернет-бизнесом используя интернет как инструменты реклама и так далее и вот тут поставил свою сайт визитку если эта тема вам не по душе удалите меня из своих контактов или просто их не принимать и все то есть вы как бы и человеку сразу отвечаете на вопрос или просто можете пригласить его сразу на разговор 30 берите быка за рога я вам советую все таки создать вот такие заготовочки для для общения ну экстренные такие варианты чтобы они у вас все время были под рукой то есть как сделать такую записную книжку мы мы делали урок по 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 оптимизации google chrome я думаю видео я уже не раз уже скидывал может в будущем мы его еще раз повторим так теперь давайте я все-таки время уже прошло час с лишним я постараюсь ответить на вопрос екатерины как создавать чат как создавать чат часто создается создается очень просто так первую очередь вы конечно должны вот смотрите вот у меня допустим в категории ru new ну что это значит это значит русскоязычные новые новые это не значит что это новые русские ребята это просто я назвал свою группу и вот я хочу создать чат конечно и я не создаю чат так как делает другие без спроса по крайней мере если я создаю чат то люди зашли в какой-то проект и они знают что они в этом проекте и они всегда будут рады именно вот этому чату то есть если он как это делается отмечаете человека которого хотите добавить чат нажимаете кнопку control вот допустим я этого хочу выбираю этого минуточку вот таким образом создался чат вам просто надо сохранить группу вконтакте на назвать конечно этот чат вот тут вот внизу напишите тему но я сейчас ничего писать не буду чтобы эти люди ну как бы не подумали что и я создал какой-то чат я если только на что-то тут напишу конечно они начнут вот я его сейчас закрою чтобы не было потом проблем теперь если вы хотите добавить безвыборочно можно конечно и воспользоваться другим моментом это отметить верхний контакт и допустим пойти ниже нажать на кнопку shift и когда нажмете на кнопку shift у вас отметится весь ряд контактов я этого сейчас не хочу делать потому что ну не знаю как реагирует чат когда я его создаю просто чтобы не создавать неудобств людям я сейчас этого делать не буду может быть будет какой-то будем делать отдельный урок когда я буду создавать чат и покажу как как я его оформляю то есть вот и могу показать один из своих чатов тот же самый степ-бай-степ вот сейчас минуточку да не на запись будет вот и а я тут попал не на тот чат не на степ-бай-степ где же попал мой степ-бай-степ сейчас минуточку посмотрю так странно я потерял свой чат сейчас минуточку вот она не пойму почему но у меня немножко на немножко skype глючит вот для того чтобы оформить чат красиво надо конечно вставить аватар написать вот здесь обязательно внизу прописать сам чат то есть не вверху вверху эта информация только для вас только для вас а то что внизу внизу эта информация для всех поэтому не путайте если вы прописали здесь вверху и думаете что все ученики чата увидят и увидят эту запись вы ошибаетесь обязательно надо прописать информацию немножко ниже ну я думаю что я уже ответил на этот вопрос будут ли еще вопросы вопросы и екатерина ты здесь у тебя вопросов нету больше или валентина может какой-нибудь наводящий ухо видите как да мы уже час 17 минут в эфире поэтому может сегодня давайте урок останавливаем я сейчас вот останавливаю запись наде надеюсь что она у меня получится